змееносец 13 знак зодиака так решили современные астрологи ведь на карте созвездий опубликованной наса видно что звезды изменили свое положение на современном небе новым зодиаком астрологи называют змееносца это экваториальное созвездие в котором солнце находится с 30 ноября по 17 декабря змееносец изображен как мужчина который держит змею разделенную на две части голова и хвост змей считаются зодиакальным созвездием образом змееносца стал персонаж древнегреческой мифологии асклепий бог врачевания который посвятил свою жизнь спасению людей и общению со змеями считается что новое созвездие появилось из-за изменения земной оси а расположилась она между скорпионом и стрельцом это может привести к изменению знака зодиака у 85 процентов населения планеты говоря простыми словами за тысячи лет прошедших со времени составления зодиакального круга произошло смещение зодиакальных созвездий и соответственно вся система потеряла свою актуальность астрологи решили эту проблему добавив к астрологической карты новый знак зодиака змееносец этот знак не является новинкой в астрологии он был создан в одно время вместе со всеми другими знаками зодиака давними вавилонскими астрологами по данным историков при создании зодиакальной карты ученые вывели 13 знаков включая змееносца однако включать его в систему знаков зодиака не стали остальные 12 знаков было равномерно распределено по астрологическому кругу разделены на четыре стихии и привязаны к определенному месяцу года астрологи считают что 13 знак было сложно вписать в гармонию четных чисел месяцев и времен года именно поэтому его оставили без внимания но получается что нынешняя характеристика недостаточно точно большинство астрологов считают предположение данного знака некорректным ибо зодиак представляет собой 12 секторов эклиптики по 30 градусов и не привязан к созвездием тем не менее на этот вопрос не существует единого общепризнанного ответа так как астрология не является научным направлением современная доказательная наука классифицирует ее как псевдонауку и и и и и